Приветствую всех на моем канале Швили Фэмили Истраэль. Меня зовут Юлия. На этом канале я рассказываю об Израиле, а также о той волне антисемитизма, которую мы наблюдаем за последние 8 месяцев. Несколько дней назад я опубликовала интервью с главным редактором сайта Детали, Эмилем Шлимовичем, где мы обсудили видео, которое было опубликовано Израилем. На этом видео мы видим, как нелюди Хамаса держат наших военных девушек, которым 18, 19, 20 лет, окровавленных девушек и как они похищают их в газу. Это видео было впервые увидено родителями этих девушек 2 месяца назад. И вот буквально несколько дней назад они дали разрешение на публикацию этого видео, чтобы это видео было загружено в открытый доступ, чтобы не только израильтяне увидели это, но и люди по всему миру. И на самом деле на следующий день мировые заголовки, мировых газет, сайтов говорили о том, что произошло 7 октября, потому что до этого, ну как бы все уже забыли, что было 7 октября, и люди даже не помнят и не знают, что до сих пор в газе находится 125 заложников. Среди них это молодые девушки, молодые парни, пожилые люди, двое детей, женщины, мужчины разных возрастов. Люди об этом просто не знают. Мы знаем точно, что из этих 125 людей 40 уже нет в живых. Об остальных точной информации, по крайней мере, нам, широкой публике, не дают. Возможно, есть какие-то данные у разведки армии обороны Израиля. Итак, вернемся к этому видео. Там редактор сайта «Детали» высказал свою точку зрения, что он не хочет публиковать это видео, потому что это посттравматический синдром, и что на самом деле в мире никакой реакции не поступит. И вы писали свое мнение по этому поводу, оно очень важно, это мнение. Вы высказали, что важно публиковать, чтобы люди видели, чтобы люди снова вспоминали об этом, потому что, как я уже говорю, люди об этом не знают, не помнят. После этого начали выходить интервью, интервью с матерями этих девушек, которые знают ровно то же самое, что и мы. Они не знают больше. Одна из матерей видела видео, которое Хамас загрузил на 111-й день, после того, как ее дочка находилась у них в лапах Хамаса в Газе. И после этого ей ничего не известно. Этим матерям абсолютно ничего не известно, кроме вот тех выкрикиваемых слов, которые они выкрикивали, эти варвары кричат, что эти девушки будут беременны, что они очень красивые. И вот это все тоже попало на те кадры, которые мы с вами видели. А еще один случай произошел со мной. Вчера моя очень дальняя знакомая, с которой я не общалась около 20 лет, вдруг написала мне в Инстаграме. Они летят в Турцию и хотят прилететь на отдых в Израиль. И она меня спросила, на самом ли деле на границе Израиля могут остановить человека и даже не впустить в страну. На что я ответила, да, на самом деле это так. Если таможня Израиля заподозрит что-то или покажется, что человек приехал не просто отдыхать, то да, он может не впустить человека на территорию страны. Это раз. А потом она спросила, а что у вас вообще, какая ситуация в стране? Ну, какая ситуация в стране? Идут обстрелы севера, обстрелы юга. Вчера обстрел центра страны. Идет война. И на что я получила ответ. Ой, а я в интернете искала и вообще не нашла информацию. И тут у меня возник вопрос. Либо у нас разные интернеты, либо разный подход к интернету. То есть, если человек, думающий, хочет найти информацию, то я думаю, что эту информацию найти очень легко. Но тут мы вновь возвращаемся к вопросу так называемой информационной повестки. Информационной войны, потому что она происходит, она ведется, мы это наблюдаем. Мы наблюдаем это абсолютно на разных платформах. Абсолютно разными способами. Приведу примеры. Мне прислали ссылку, это часто пересылаемое сообщение, где написано, что сейчас Google Maps объявил голосование. Будет ли нанесено на карты Google Maps государство Палестина. И вот давайте нажмем на ссылку и проголосуем и поддержим Израиль. Откуда растут корни у этого сообщения, непонятно. Но официально Google не запускал никакого голосования. И Google не нуждается в голосовании на русском языке за то, чтобы нанести на карту какую-либо страну, либо какой-либо город. То есть это сообщение на русском языке было запущено на русскоязычную аудиторию Израиля в надежде на то, что люди нажмут на эту ссылку. Я еще не знаю, чем эта ссылка вредна, потому что, скорее всего, она вредна. Я не думаю, что эта ссылка настолько полезна. Но что можно было увидеть, когда люди нажимали на эту ссылку, они видели якобы голосование, что якобы 60% людей голосуют за то, что на карту нужно нанести государство Палестина. И оставшиеся 40% за то, что нужно проголосовать за Израиль. И вот там было написано «нажмите на флажок Израиля, поддержите страну». То есть откуда идет это сообщение, кто это сообщение запустил и какова его цель, не ясно. Но то, что это фейковое сообщение, и не нужно нажимать ни на какие ссылки, ни на какие флажки. И однозначно, что Google не будет запускать в WhatsApp сообщения для голосования. Это еще раз показывает, каким способом, каким мерзким способом ведется так называемая информационная война. Не так называемая, а информационная война. И сейчас я хочу еще затронуть несколько тем, которые как-то не так активно освещаются. Есть платформа, игровая платформа, которая называется Roblox. На этой платформе люди могут создавать свои игры и свои миры. И вот спустя, наверное, месяц-полтора, после 7 октября, на этой платформе Roblox была запущена игра, где террористы Хамаса расстреливают израильтян. Игра была запущена, опять же, не в Газе. Она была запущена в другом конце земли. Но она предполагала, что для того, чтобы победить в этой игре, нужно убить как можно больше евреев. Эта платформа Roblox доступна детям. Они играют в эти игры. Родители, которые находятся вне дома, не могут отследить на 100% во что в данный момент играет их ребенок. Поэтому информационная война ведется не только в соцсетях, она ведется не только в Ютубе, Инстаграме или Телеграме. Она ведется вот такими вот мерзкими обходными путями, как ведется и обычная война, когда они вылазят из своих нор и снова начинают обстреливать страну. Точно так же они это делают и на информационном поле, через игровые платформы, через фейковые голосования, через фейковые статьи, которые появляются с каждым днем все больше и больше. И тут же у нас поступают кадры 25 мая, рынок Рафеха, торговля, люди ходят, покупают, продают. Прям не видно ни голода, ничего. Если человек, который говорит, что в интернете ничего нет, включит телевизор и посмотрит, например, федеральный российский канал, то вот он узнает, что, опять же, плохие сионисты обстреляли хороший Рафех. Вот так это выглядит сегодня на мировой арене. Люди, которые пытаются, стараются продвинуть эту информацию на разных языках. Есть блогеры, которые делают это на английском языке, есть блогеры, которые это делают на испанском, на русском языке. Это такая капля в море, которая пытается что-то сделать. И возвращаясь к теме информационной войны и нашего общения с разными блогерами, которые это делают, как я говорила, каждый в своем формате, каждый в своей манере. Когда был создан так называемый штаб русскоязычных блогеров, и та девушка, которая его возглавляет, Арина Аминов, она начала обращаться в разные структуры израильские, в разные министерства. С ней встречались, ее принимали, но там вот все и заканчивалось. То есть никакой поддержки со стороны правительства, со стороны госучреждений вот эти вот блоги, наши блоги не получают. Это все собственная инициатива для того, чтобы продвигать эту информацию в массы, для того, чтобы показывать, что происходит в Израиле. И для того, чтобы было понимание, что народ Израиля переживает каждый день. К сожалению, этого понимания нет. К сожалению, то, что доходит до массового зрителя. Я всегда разделяю думающего зрителя и массового. Но массовый, к сожалению, он в процентном соотношении намного выше, чем думающий зритель. Это было всегда. Это касается и литературы, это касается музыки. И это касается сегодня потребления контента. Массовый зритель, он не будет вдумываться, он не будет смотреть, он не будет слушать. Он поверит тому, что он увидит в новостях, которые ему покажут. И со спокойной душой продолжит свою жизнь дальше. Поэтому я прошу вас еще раз делиться этим видео. Поддерживать израильских блогеров, которые пытаются донести информацию разными способами на разных платформах. Как выражается ваша поддержка в том, что вы делитесь видео, в том, что вы комментируете, в том, что вы делаете перепосты в разные соцсети. Кто-то делает это финансово с помощью спонсорства или нажатием на кнопку «Супер спасибо». Это тоже помогает не бросать это дело, потому что практически все блогеры имеют основную работу. И блог – это дополнительное время и та дополнительная часть, и та дополнительная деятельность, которую они ведут. Спасибо вам за внимание. Не забывайте подписываться на канал Швили Фэмили Исраэль. Делиться этим видео. До встречи на канале. Пока-пока.